Друзья, приветствую вас, вы смотрите канал Политека, спасибо вам за то, что вы вместе с нами, за то, что смотрите, поддерживаете и также не забывайте этому видео поставить ваш лайк, подписаться на наш канал, если этого еще не сделали и написать вопрос, либо же комментарий под этим видео, для нас это очень важно и, конечно же, самые интересные вопросы мы выбираем и задаем нашим уважаемым экспертам Сегодня в нашей студии рад приветствовать Дмитрия Потапенко, Дмитрий, доброе утро, здравствуйте вам Доброе утро, и вам, надеюсь, безоблачного, надо сказать Да, пускай он такими будут, и могу уже похвастаться и с вами, поскольку мы так вне наших эфира бывало общались у нас есть приятные, хорошие новости о том, что, по крайней мере, в Киеве 4 дня свет не отключают Это очень хотелось бы, чтобы не отключали и впредь, вообще в целом практика отключение света вообще прекратилось как класс Да, и вместе с вами проанализируем те темы, но перед этим хочу напомнить нашим зрителям, что, друзья, не забывайте, что у Дмитрия Потапенко есть свой YouTube канал Обязательно подпишитесь, найдите в поисковой строке YouTube Пролайкайте видео, подпишитесь, слушайте, комментируйте и, конечно же, получайте информацию из первых уст И перейдем до тех тем, которые есть у нас Дмитрий, все сейчас гадают, вот буквально сколько там, 4-5 дней остается До того, что же скажет Путин 21 числа Уже многие даже появляются различные версии Одна из них о том, что, вот видите, поскольку были визиты глав Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Беларуси Лукашенко сегодня к Путину летит Что Путин желает вас создать Ну, в принципе, это не история, как бы, не нова Но вот прям такие реальные планы у него есть Мини-СССР Как вам и этот вариант, и вообще, что вы ждете от этого обращения? Ну, история про воссоздание СССР, понятно, это такая Травма геронтократии в целом Потому что они исходят Это относится не только к Российской Федерации Но, если вы посмотрите, лидеры-то все престарелые Они искренне почему-то считают, что якобы, может быть, объединившись, будет лучше Но только у каждой страны здесь своя правда То есть они подзабывают, что практически все республики находились на достаточно таком Но в ассальном положении И ни один генеральный секретарь, которым являются на сегодняшний день все президенты Не обладал ни таким объемом полномочий Ни таким объемом денег Ни таким объемом законодательной власти, исполнительной Ну и так далее То есть это было обычное, ну, как-то филиальное положение Вот А вся так называемая мощь Советского Союза Ну, если, конечно, это можно назвать мощью Когда вся портноменклатура обслуживалась там в четвертом управлении Соответственно, Минздрава Были березки На холодильнике машины и все остальное надо было записывать обычному гражданину Про квартиры я вообще не говорю, про то, что их выдавали В зависимости от лояльности, безусловно Потому что я что-то не припомню, чтобы, например, выдавали тем, кто протестовал в Новочеркасске И кого расстреливали в Новочеркасске, чтобы им выдали квартиру Потому что что-то все желающие рассказать о том, как выдавали Особенно мне Человек, который все-таки зацепил в СССР Более того, даже мы стояли в очереди за квартиры По факту квартира, ну, вернее, моя мама стояла в квартирах Даже они с папой фиктивно разводились, чтобы она стала матерью-одиночкой По факту сын купил в итоге квартиру, то бишь я Так что, в общем, я могу сказать Вот это называется совкодрочерство, оно присутствует Шансов на его возрождение, я считаю, минимальные Потому что, в общем, все эти лидеры, они прекрасно понимают Что они и так, в общем, находятся очень сильно в зависимости от Российской Федерации Потому что она их спонсирует Если Россия не будет давать денег, то, в общем, все они провалятся не просто в нищету А еще в кредитную нищету Потому что надо будет расплачиваться за кредиты, которые Российская Федерация им выдавала Вот, если говорить про 21-е Фундаментально ничего таких особых я не жду Ну, понятно Америка просчиталась Мир погрузился в русофобию Жидобандеровцы терпят поражение за поражением Так что фундаментально я особо чего-то такого не жду Мы победили Вот, приблизительно будет текстовка такая Не могу сказать, что я знаю, что у нас есть некоторые люди Даже прямо пишут целые ролики под этим названием Чего же он там скажет Фундаментально меня беспокоит только ночь с 20 на 21 Мы в наших с вами эфирах Я опасаюсь, что бюрократия, поскольку она у нас умеет в эти иглища играть Для того, чтобы потрофить любимому вождю Может устроить, ну, то есть военно-политическое бюрократие Может устроить массированный ракетный или какой-нибудь минометный обстрел На это просто жизни людей физически Поэтому вот это меня тревожит, реально могу сказать Потому что мне бы не хотелось, чтобы мы, условно говоря, числа 22-го обсуждали Очередной какой-нибудь прилет в жилой дом Либо в какой-нибудь там торговый центр Ну, какую-нибудь такую Человеческую трагедию Мне бы хотелось, чтобы просто выступление Пусть оно будет там с сожжениями кукол Вуду Потому что это ни на что не влияет Простите Вот в этом в общественно-политическом дискурсе Ну, я всегда говорю Если вас матерят То всегда представляйте, что вас матерят на китайском языке Для вас это никогда ни на что не влияет Так что вот так Ну, я так понимаю, что именно с этим связана информация о том Что российские военные решили массово применять авиацию на войне в Украине И об этом изданию важной истории заявил источник близкий к Минобороне Российской Федерации Раньше авиацию берегли Она почти не залетала в зону действия украинской ПВО Теперь решили сменить тактику То есть, возможно, как вы говорите К этим датам снова будет что-то приурочено Но в любом случае будем это отсматривать А вот по поводу информации Как вы говорите, действительно подписываются Ну, зачастую там два громких названия Путин объявит о войне И Путин объявит о мире И недавно была информация о том, что Ни то, ни другое, ни третье Вообще не имеет к жизни никакого отношения, на мой взгляд Потому что, ну, СВО война уже идет Мир недостижим Ну, на сегодняшних позициях Потому что он скажет, что все, мы поигрались, мы ошиблись Нет, поэтому Бессмысленно Недавно бывший первый заместитель Главы администрации президента Российской Федерации Владислав Сурков В интервью директору Российского центра политической конъюнктуры Алексею Чеснокову Признал, что во время работы над Минскими соглашениями В России изначально не предполагалось Что они должны быть выполнены Опубликованное интервью Чеснокова Состоит из четырех вопросов На которые он дал ответы В стиле Да, нет Как уже многие в социальных сетях написали о том, что Четыре ответа Или же четыре слова Суркова И вот, отвечая на вопрос Сработали ли над Минскими соглашениями Он исходил из того, что они должны быть выполнены Сурков ответил Нет Также экс-советник Путина считает Что отношения Российской Федерации с Западом Нормализуются в ближайшем будущем Дмитрий То есть тут выходит уже не Меркель виноватый Запад Как говорил Путин А вот по словам Суркова Уже В самой Российской Федерации есть виновные Зачем, по вашему мнению Сурков в преддверии послания Начинает сливать Повже Путина Ну, в данном случае Будем честны Тут это же зависит от трактовки Если же Просто формализованно посмотреть на то Как отвечал Владислав Юрьевич А Владислав Юрьевич, напомню, он человек Крайне изобретательный Надо сказать, из всех европейских Российских, скажем так Политтехнологов Людей, которые отвечали за внутреннюю политику Он наиболее Как бы это сказать Продуманный Потому что у него хотя бы какие-то были дебютные идеи Потому что по большей части его последователи И предшественники Они были квадратными неиздавыми Потому что если посмотреть просто на его ответы То сейчас он совершенно спокойно может выйти на сцену И сказать, что да Когда подписывались Минские соглашения То предполагалось, что Украина не будет соблюдать Эти Минские соглашения Вот По большому счету А если же, как говорится Исходить из Минских соглашений как таковых Но они не могли быть соблюдены То есть мы можем там Вот так ходить Тогда около Другое дело, что Если бы не было 24-го числа Нарастить, например, вооружение Украине Было бы невозможно Потому что я люблю, конечно, прогрессивный Запад Я что-то не помню По ставке и даже обсуждении поставков Танков Леопард, Гепард И тем более самолетов F-16 За 8 лет Крымской эпопии Причем таких вот поставок Именно вот Чтобы уже шли эшелоны Или там-тан Бронемашин Брэдли Поэтому здесь Цинизм вот этой всей истории Он достаточно такой жестокий К сожалению Перевооружить украинскую армию Ну то есть я понимаю, что в российской пропаганде Где-то это регулярно Говорится, что вот там Киевский режим Накачивали оружие Вооружение У киевской ВСУ Перед конфликтом Был исключительно советское Ну там были абсолютно Копеечные вкрапления Каких-то Зарубежных Зарубежного вооружения Но по большому счету Прогрессивный Запад Условный Не воспринимал Вероятность Вооруженного Именно открытого Вооруженного конфликта Как реальность Он воспринимал Что вот Ну вот будет Две там территории Где В 14-м году Закинули То же самое Старое Вооружение Советских времен И Две там Три группировки Возаглавили себя Главами Территорий Типа по формату Молдовы И Приднестровья Ну конечно Конечно Все же было Лекалта Одни и те же были Ну и Запад Как-то в общем Особо-то сильно В эту сторону Не дернулся Я говорил В нашем с вами эфире В том числе Что На самом деле 24-е число Натренировано 2008-м годом А даже Не 14-м годом Давайте Просто Отмотаем И посмотрим Поэтому Ключевым вопросом Является Именно Вот То что Натренировали Просто Натренировали Ну а поскольку Кстати Вспомнил Вот История С Молдовой Майя Санду Заявила О том Что У России Есть планы Свернуть Власть В Кишиневе И так далее Ссылаясь На документы Которые Предоставила Украина Украинская Разведка При всем Том положении Которое Занимает Россия Зачем Это Москве Которое Ну просто Увязло В Украину Ну скажем так Вот Возвращаясь К посылу Который Я частенько Говорю Что есть Режим Тот или иной Феодального Управления Демократического А есть Его Продукты Вот Вы сейчас Ну правильно Сдаёте этот вопрос Он совершенно Правильный Рациональный Но это Наша с вами Ошибка Почему Я даже Говорю Наша с вами Потому что Например За пару дней До того Как Ну была Сначала же Признана Вот эта Территория ДНР ЛНР И с точки Зрения Рацио 24 числа Не должно Было быть Потому что Рацио Было Совершенно Очевидно Что Никакая Там Спецоперация Или Никакое Никакое Уничтожение Территорий Не может Быть Положительной Потому что Мы тоже С вами Это обсуждали Слегка Что если Амператор Это я То для меня Как для Амператора Важно Чтобы Территории Были Не сожжены Чтобы там Остались Рабы Чтобы осталось Имущество Рабов Чтобы я Как амператор Правил А когда Вылетает Ракета Которая Стоит 6 Миллиардов Она падает На какой Ни Там Условно Говорят Торговый Центр Который Стоит Десятки Миллионов И сжигает Это То и то и другое Это убыток Касаемо Вот Возвращаясь Соответственно К Майосанду Майосанду Молдове Приднестрове Рацио В этом Нет Но Это вовсе Не означает Что они Находятся В безопасности Хотя Не скрою Я думаю Что В общем Молдавское Руководство В том числе В общем На этой теме Делает Определенные Политические Спекуляции Но У них Есть Для этого Как это Формальное Основание У них же Был Другой Президент Который Был Условно Пророссийским Вот И Но При этом При всем Я не вижу Особых Шансов Удержать Молдову Это еще Меньше Чем Удержать Украину В каком-то Векторе Русскоязычном Потому что Там Вектор Еще Надо сказать И при Советской Власти Поскольку Я в Молдовию Ездил Регулярно Что-то далеко Ходить От Украины Это там За углом Называется Вот Ну По чесноку Вот Там Всегда В общем-то Цыганщина И переход В общем К Румынии Он был Достаточно Таким Активным Поэтому Могу сказать Что Я думаю Что они Медленно Но верно Сдрифуют В сторону Там Румынии И Спокойно Успокоиться В качестве Какого-то Отдельного Государства Но В общем И с законами И с языком Который Очень близок Я думаю Что они В Европу Будут входить Через Румынию И никак иначе Я уж не говорю Про количество Про формирование Паспортов Румынии На нахождение Корней у кого угодно Да И Рацию Не было Конечно И По поводу 24 февраля Мы понимаем И хотим Разобраться Есть ли рацию В некоторых Действиях Европы И Соединенных Штатах Америка Потому что Сейчас Вроде бы Не то чтобы Перевес Но Меняются Позиции Европарламент Осудил Действия Российской Федерации Призвал Предоставить Украине Всю необходимую Помощь Но опять же Призвал Это не значит Что Обязательно Предоставят В том числе Истребители Вертолеты Ракетные Системы И еще Существенно Увеличить Поставки Боеприпасов Все это Нужно Чтобы Украина Вернула Себе Контроль На всей Международно Признанной Территории В то же Время Как в США Началось Активизироваться Про путинское Лобби И Трамп Начал Там Выписывать Разные Посты И другие Позиции Демократы Там Начинают Даже Демократы Не поддерживают Планы Байдена Пойти на второй Срок То есть Начинается Такой Понемногу Замес В США И По Разным Опросам Уже И в США Общественность Уменьшает Свою поддержку По поддержке Украине И Насколько Это Может быть Глобально Скажем так Между Европой Америкой Сколько Они Друг Друга Начнут Пожирать Ну Вообще Вот Мы Часто За вот Этот год Обсуждали Что В чем Разница Авторитарных Демократических Режимов Что В авторитарном Режиме Как Хорошее А оно Не очень Долго Хорошее Так и Плохое Принимается Единым Начальним Сказали Упало Отжался И Сложность Только Для авторитарного Режима Это Величина Территорий И Величина Подконтрольной Территорией Почему Авторитарный Режим Очень плохо Работает На больших Территориях И хорошо Работает На маленьких Короткие Связи На маленьких Территориях И возможно Установление Прямого Авторитарного Управления На больших Территориях Что касается Попытки Империи Произнося Слово Империи Немногие Понимают Что зачастую Даже Римская Империя В ее Разных Концах Очень сильно Отличалась И по праву И по Правоприменительной Практике То же самое И по всем Другим Империям Когда мы Говорим В том числе А в данном Случа Коалиции Время Всегда Против Конечно Безусловно В данном Случа Поддержки То есть Против Этих Людей Которые Или компании Или государства Которые Кооптивно Что-то делают Есть ли шанс Здесь Чем Тут Два варианта Первый вариант Если Российский Я как-то Несколько раз говорил Что у Российской Федерации Было несколько Поворотных моментов Которые Ошибочны С точки зрения Внешней политики Первым таким Поворотным Ошибочным Губительным Это было Вытаскивание Во внешний контур Не во внутренний Не для своих хомячков А для внешнего контура Что мы воюем с НАТО И НАТО В это поверило Это В плюс В Украине Но это В минус Российской Федерации Если бы Россия По-прежнему Говорила И все время Утверждала Что с НАТО Мы друзья И на самом деле Сами хотим Туда вступить И более-то Будем сотрудничать По всем фронтам Для создания Демократического Пояса А вот конфликт С Украины Это у нас Тут локальный Исключительно Сепаратистский Конфликт То Шансов На то Что будет Поставляться Вооружение Был бы меньше А сейчас Поскольку Есть война С НАТО То НАТО В том числе И менеджеры А им все равно Есть у них Какая-то война Нет у них войны Для них Важен фронт Работ Фронт Работ Есть Вот они Выпускают Очередную Прокламацию И вторая часть Это конечно Соединенные Штаты У которых Основной вопрос Это конечно Китай И здесь Больше они Влияют На эту часть А поскольку Сегодня Заруба Идет В том числе По Тайваню Заруба Сейчас Ну Я не знаю Есть ли у вас На сегодня В новостях И вопрос Что Китай Сильно Косо смотрит На Соединенные Штаты И делает Ограничения Авиационным Компаниям Ну Да Локхит Маркетинг Соответственно По Работе С Китаем Соответственно Поскольку Они Поставляют В Тайвань Вооружение То Вот Штатов Это вопрос Но Пока Это такая Предвыборная Гонка Я сомневаюсь Что Там Высокая Вероятность Ухода От альянса Другое Дело Что Альянс На бумаге Он Не альянс В поставках Это то Что мы Практически Из наших Эфиров В эфир Перетаскиваем Что мы Вынуждены Обсуждать Ну а я Перестал Это обсуждать Я говорю Что мы будем Обсуждать А вот Прокламация А вот Они поставят Вот когда Мы увидим С вами Платформу Вот тогда Мы эту Платформу Будем обсуждать Вот платформа Вот там Танк Экстребитель Там не знаю Там Снаряд Это обсуждаем А вот Очередная Прокламация Что вот Мы еще Чуть-чуть Еще пол шишечки Опять поставим Неинтересно Так что Разлада Пока нет Но и Пока Активных действий Нет Вы знаете Недавно Услышал Такую версию О том Что Байден же В Польшу Едет Как раз В унисон Когда будет Выступать Путин В Польшу Ну Я просто Цитирую Как было сказано Едет он В Польшу Едет в гости А в гости Принято ехать С подарками Поэтому Ждите Украина Подарков От Байдена Он обязательно Об этом Объявит Насколько Это реалистично Что В годовщину Войны Байден Сделает Не знаю Какое-то глобальное Заявление Обратиться к миру И скажет Все Давайте Это решающий бой И мы предоставим Все что у нас есть Я не думаю Что По Поездка Байдена В Польшу Что-то фундаментально Изменит У Польши Ведь Польши И Страны Прибалтики Вложились С точки зрения Своего ресурса Очень сильно Я имею в виду В процентном отношении И здесь Для них Крайне важно Понять Как будут Их поддерживать По большому счету А не как будут Поддерживать Там Что будет С Украиной И так далее Поэтому Ну понятно Что В данном случае Мантры Про Украину Будут Но Я Перестал Как-то Отслеживать Так На вторичном фоне Слушаю Чего они Заявляют А потом Попросту Говорят Давайте Давайте Посмотрим Как это Платежку И посмотрим Вторую вещь Накладную На поставки Все остальное Неинтересно А Лукашенко Слушаете Послушиваю Потому что Понимаю Какую игру Он играет Понимаю Как он Периодически Пытается Там Взбодрить АДКБ Понятно По чьей Чьи слова Он говорит И В том числе Я вижу Как реагирует АДКБ Потому что АДКБ Вот почему Дмитрий Недавнее заявление Ну Как раз Отталкиваясь От истории С Байденом Лукашенко Белорусская сторона Готова принять В Минске Хозяина Белого дома Для Серьезного Разговора Ради Завершения войны Говорит И даже Путин Подлетит Этим Втроем Заявил Лукашенко Пообещал Если необходимо Будет То вышлет Боинг За Байденом И Также Сказал о том Что На такой встрече Можно решить Все проблемы И президент США Улетит Из Минска Удовлетворенным Ну Ну Это вообще Хорошо Конечно Что Президент Лукашенко Вышли За Американским Президентом Американский Самолет Боинг Я только Боюсь Что Тут Есть Некоторые Некоторые Проблемы Что Байден В случае Чего Полетит Если нужно На своем Самолете И Сомневаюсь Что он Полетит В очень Небольшую Страну Но Опять Таки Политики Маленьких Стран Должны Все время Это Как-то Must have Как маленькая Собачка Она должна Лаяться С какой-то С большой Собакой Где-то Там За забором И рассказывать Своим Корешам Что на самом Деле У нас Проблема Не потому Что Я дура С точки Зрения Того Как у нас Происходит Во дворе А потому Что Где-то Там Сидит Большой Пес Который Сжирает Всю Нашу Жратку Ну Потому Что Я Приводил Один Штат Техас По Экономике Больше Чем Российской Федерации А там Их Все-таки Больше Полтинника Поэтому Ну Как-то Собака Лает Караван Идет То 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 Вы Не Воспринимаете Даже Там Последние Заявления Когда Он Встречался С С С С С С ДКБ По Поводу Того Что Не Получится Сидеться Что Если Придется Делать Выбор То Вот Мы Прям Завтра И так Далее Это Про Другое Потому Что В каждой В каждой Стране Поскольку Я Как раз Мотаюсь По Этим Странам Стран Казахстан Казахстан У них А Первая Своя Непростая Ситуация Чисто Экономическая Сейчас Казахстан В Там Данные Которого Там В том числе И налоговую Службу Там Моя Компания Просчитывает Проходит Очень Непростой Путь Трансформации Потому Что Большой Ну Страна Не очень Большая 19 Миллионов 6 Миллионов Проживает За Чертовой Бедности Приблизительно 2 Миллиона Безработных Плюс Ко Всему Это История Очень Много Молодняка Он Голодный И Соответственно Безработный Почему Это Очень Важно Это Как Раз Такой Называемый Революционный Навес Прямо В Прямо Физическом Смысли Что Революция Делает Молодые Да Голодные Вот И Если Правительство Такая Ну Есть Шанс Что Оно Справится С Навес Он Такой Непростой Плюс Конечно Есть Группы Людей Которые Выбрасывают Националистическую Нотку Это Традиционно Потому Что Под У Нас Как Это Глаза Уже А У тебя Глаза Более Раскрытые Ну Или Носы Уши И Все Остальное Националистическая Нотка Раскручивается Просто На Раз Два Как Раз Разряда Вот Этой Маленькой Собаки А Я понимаю На чем Он Пытается То есть Что пытается Подцепить Лукашенко Но Маловероятно Что на это Поведутся Главы ОДКБ Потому Что Они Понимают И зависимость Свою От России Высокую Зависимость До 70% Товаров В Казахстане Они поставляются Из Российской Федерации Вот Газ Плюс Ко всему Но При этом Ориентация Например Казахстана На независимую Политику И Перебрасывание Вектора В сторону Китая Ну тоже Имеет место Быть Вообще У маленьких Стран Вообще Всегда Та самая Классическая Пьеса Стакан Воды Когда Маленькое Государство Не может Бороться С большим Государством Но оно Может Сделать Так Чтобы За него Начали Бороться Два Больших Государства И тогда У нее Есть шанс Проскользнуть Между Струй Вы Кстати Воспомнили Об Экономике Недавно Нашел Такую Аналитику В России 2002 года Стали Аномально Высокие Доходы От Экспорта Энергоресурсов Максимальные За всю Историю Страны Санкции Разогнали Масштабы Торгового Профицита Еще Больше В результате В экономике Наблюдается Избыток Денег Даже Несмотря На Гигантский Отток Капитала В 2023 году В связи С потолком Цен на нефть И потери Газового Рынка Таких Доходов Уже Не будет Более того В январе Уже Дефицит Бюджета Дмитрий Как поведет себя Экономика Российской Федерации В 2023 году И тоже Недавно Видел Не помню Имени Экономиста С России И он говорил О том Что если В долгую Играть Именно Брать Во внимание Экономику Российской Федерации Она Долго Не вытянет Противостояние С Западом И тем более Коллективным Европой Ну тут Вопрос Горизонта Долгости Значит Дефицит Бюджета Января Сейчас Надо будет Смотреть В первую Декаду Марта Там Есть Ну Справедливости Ради Он Конечно Разогнан Существенно Разогнан Там Выбрано Якобы Там 60% От того Что должно Быть Год По году Хотя Погода Будет Существенно Больше По году Я думаю Что По дефициту Мы влетим В дефицит Порядка 6-8 Триллионов Рублей Кубышка 8 В общей Сложности От 6 Тоже Там Порядка 6-7 Триллионов Рублей Но Здесь Ключево Две вещи Первое Это какое Потребление Вообще Энергоресурсов Будет В мире Что Разговаривать Говорить О том Что Россия Имеет Доступ Не Имеет Доступ Россия Имеет Доступ К Энергетическому Рынку Да Через Прокладки Да Это Там Турция Индия Китай И Это Конечно Усложняет Выход На Внешние Рынки Это Уменьшает Доходы Бюджета Но Увеличивает Доходы Прокладок Почеркиваю Все эти Прокладки Государственные Российские Либо Частно Государственные Нет Ни Одного Трейдера Ни Одного Страховщика Или Владельца Танкеров Который Не Имеет Отношения К Всем Государственным Структурам Я Прям Могу Сказать То Что Оно Не Доходит До Бюджета До Своих Парней Просто На Раз Два Но Года Два Два С Половиной Если Особо Не Экстраполировать Расходы И Вопрос Что Такое Вдолг Лет Пять При такой Динамике Нет Но Здесь Есть Тренд Который Мы Обсуждали Чуть Ранее Если Условно Коллективный Запад Соединенными Штатами Свалится В обычную Декларативную Поддержку Украине Будут Встречаться Будут Хлопать По Плечами Вывешивать Флажки Подсветки Концерты Организовывают И все Остальное Украина К сожалению Не самостоятельно Ей нужно Как минимум Пять Миллиардов На поддержание Государственного Устройства Здесь Надо сказать Украинские Чиновники Тоже Хотелось бы Напомнить им Что они Вообще-то Слуги народа По идее По формальным Признакам А то Как они Действуют Что-то я Не замечаю Чтобы они Сильно Экономили Государственные Расходы Расходы На себя Любимых Вот И вторая Часть Это конечно Вооружение Поэтому Здесь Фундамент До тех пор Пока у Украины Не появится Собственных Заводов По производству Вооружения Такого Которое Может позволить Хотя бы Держать Ситуацию Это все Время Будет На подсосе Такая История А вы Кстати Вспоминали О танкерах Тоже К размышлению Рейс Рейс Танкера С российской Нефтью Из портов Арктики Балтийского Черного Морей В порты Четырех Стран Основных Наших Покупателей Занимает Из Балтики В Китай 123 Дня То есть Три рейса В год Ранее Тот же Танкер К главным Покупателям Европе На севере Германии Или Голландию Совершал По 15-20 Рейсов В год Это к вопросу О транспортных Издержках И евро Замещения Ну нет Издержки Растут Безусловно То есть То что Бюджет Зарабатывает Меньше Но подчеркиваю Тут Словом Бюджет Сейчас оперировать Немножко Сложноват Потому что Подчеркиваю Все прокладки Это Государственные Кратко Еще о деньгах Только К сожалению О чужих Украина Национализировала Заводы Российского Олигарха Дерипаскина 10 миллиардов Гривен Об этом сообщает СБУ В своем Телеграм-канале Национализированный Николаевский Глиноземный Завод Компании Глуховский Карьер Кварцитов Говорится В сообщении Это Первая Крупная Национализация Так и до Можно сказать Облэнерго Могут Добраться Вообще Уже СБУ Берега Потеряли Ну То что Произойдет Национализация В общем В этом Наверное Мало Кто Сомневался Другое Дело Что А дальше Что с этим Делать Национализация Потому что Каждый Из этих Объектов Они были Встроены В какую-то Цепочку Вот Предположим Вы Нарушили Право Собственности Дерипаски Вася Петя Коля Кого Угодно Дальше Что с этим Глиноземным Заводом Делать Вы Его Должны Куда То есть Глиноземный Завод Должен Производить Николаевский Завод Помню Еще С детства Золотого Потому что Я в Николаеве Оказался Когда мне было 40 дней Так на секундочку Обычная была Яма Я думал Что ж Такое Мне кажется Это Глиноземный Завод Мы там Шлялись Постоянно Вот Поэтому Ключево Как Потом Встраивать Это Обратно В цепочку Кому Получается К тому же Русал И Как То есть Вы отобрали Право Собственности А потом Куда Вы будете Поставлять Эту Продукцию Поэтому Национализировать Это дурное Дело Нехитрое Что Потом С этим Делать Опять Перепродавать Но Это Такой Гоп Стоп Кому Вы Перепродадите Опять Дерипаски Он Не Купит Скорее Всего Или Потребует Каких Гарантий Потому что Вы уже Один Раз Право Собственности Нарушили Поэтому Я К Так Называем Национализации Отношусь Негативно Именно По причине Того Что Не Очень Понятно Что Потом Делать С Этими Объектами Они Не Дают Прибыли Поэтому Вот Эта Мифологическая Цифра Там 10 Миллиардов Он Стоит Миллиард Он Сейчас Ничего Не Стоит Когда Он Не Встроен В Цепочку Это Обычный Металлолом Это Обычный Ям Моего Раннего Детства Когда Там Получается Блин Для Детей Песочница Такая Большая Дмитрий Еще Кратко Хочу Две Темы Затронуть С вами Недавно Появилась Информация К размышлению Главное управление Разведки Министерства Обороны Украины Сотрудничает С людьми Из близкого Окружения Российского Президента Владимира Путина Об этом Рассказал Представитель ГУР Андрей Черняк Греческому Изданию Прямая Речь На войне Мы Используем Все Средства Бески К Путину Эти люди Не готовы К любым Переворотам Российской Федерации Но Если он То есть Путин Потеряет Власть Или Будут Слаб Они Его Просто Уничтожат Тут Конечно же Вопрос Зачем С украинской Стороны Это Прозвучало Потому Что Мне кажется Что Любая Разведка Она Должна Работать В условиях Тишины С другой Стороны Может Это Быть Оплённым Сигналом Кремлю Или В Российской Федерации Что Ребята Там Есть Наши Парни Давайте ФАС Ищите И С помощью Этого Инструмента Начнётся Теперь Какой-то Замес Или Ж Эти люди Выйдут На свет И Каким-то Образом Повлияют На Политику Которая Сейчас Есть В Российской Федерации Но Если Возвращаться Собственно К вопросу Значит То Что Все Разведки Взаимодействуют И Я Многократно Об этом Говорил То Есть Везде Существуют Либо Разведчики Либо Либо Шпион Потому Что Всем Очень Нравится Слово Разведчик Мне Нравится Слово Шпион Потому Что Штирлиц Был Шпион Шансов На То Что Там Есть Ну То Поступает Информация Из Очень Близкого Круга Ну Достаточно Близкого Круга Я Сомневаюсь Что Противоположно Российская Разведка Должна Сказать Абсолютно То же Самое Что В Близком Окружении Президента Зеленского Есть Люди Которые Готовы На Те Или Иные Телудвижения Так Что Это Такая Обоюдо Острая История Рассчитывать На То Что Владимир Путин Как-то Там Отойдет От Власти С С Своими Ногами Это Иллюзорность Шансов На Поворот Я тоже Считаю Что Весьма Небо Невелик Тут Ключевой Вопрос Что Владимир Путин Не должен Допускать Ошибок Определенных Он Не должен Обижать Близкие Военно-политические Элиты Не Элиты Там Второго Третьего Эшелона А именно Как раз Элиты Вот Вокруг И Здесь Поэтому Я наблюдаю Внимательно За Конфликтом Который Происходит Между Пригожиным И Герасимовым На мой взгляд Как я уже говорил Что Пригожин Это нонешняя Оппозиция И его Орденоносцы И Пока Вот например На сегодняшнюю На нонешнюю Дату Евгений Викторович Проигрывает Надо сказать С точки зрения Вот этой Подковерной Игры Он Хорош В Полевых Тактических Условиях Его Вагнеровцы Показывают Ну Самую высокую Эффективность Я так понимаю С точки зрения Каких-то Полевых Событий Но все Что касается Его Как это Поддержки В военно-политических Кругах Именно Вне В высшем Эшелоне В элитном Эшелоне Власти Ему На мой взгляд Не хватает Ни навыков Ни поддержки Потому что Вот эти Прямые Пикировки По поводу Там Матерения Когда его Бойцы Матерят Генералов Ну Это Показатель Слабости Ну Дмитрий Это как раз И был Последний Вопрос К вам Вы так Прям Очень Четко Подошли К нему Появилось Видео На котором Обращаются Бойцы Вагнеров К Минобороне Говорят На данный Момент Мы полностью Отрезаны От поставок Боеприпасов Мы обращаемся И тут Внимание К нашим Коллегам И друзьям Из Министерства Обороны Мы уверены Что где-то На складах У вас есть боеприпасы Но мы в них Остро нуждаемся Мы будем Крайне признательны Если вы окажете нам Содействие И поможете нам Говорят Так называемые Новые герои России Ну вот Вы действительно Вспомнили Эту историю Когда раньше Люди Пригожина В своем Обращении Они называли Герасиева Там Ну я не буду Так говорить В практическом Смысле Да Да-да-да То теперь Они просто Исключительно Вежливо Заискивающе Просят Своих друзей И коллег Дать им Боеприпас Ну В целом Это Изменение Риторики Правильное Но Этого Недостаточно Потому что Эти ребята И эти обращения Ни на что Особо не влияют Это Для Евгения Викторовича Как фактура С которой он Должен поехать В Кремль Но Его Ключевой Функционал В этом году Уйти С поля брания Ну в смысле Не физически Его бойцы Должны быть Как базисом А его задача Фундаментальной Которую Если он Не выполнит Это будет Реальный Серьезный удар По Нему Ему Нужно получить Официальный Статус Прямо Кровь Из носу Официальный Статус Потому что Рамзан Ахматович С официальным Статусом Суровикин С официальным Статусом Пригожин Простите У нас нету В законе Ни ЧВК Нету Никаких Там Ни компании Каунткорд Которая Кормит детей В школах Это все Мелкий бизнес Ни каких-то Там Троллей На Ухте Ведь они Все же сидят На подсосе То есть Их контролируют Финансовыми потоками Сегодня Эти тролли Соответственно На Ухте Имеют контракт А завтра контрактов Они же сидят На государственных контрактах Завтра просто Отключается Одна платежка И чего Возникает Огромный Как это Стеллобат В котором сидит Мальчики и девочки С зарплатой По 30 тысяч С кучей компьютеров Кому эти услуги продать Продать это Будет невозможно Потому что У них Они С точки зрения Бизнес-модели Сформировали модель Которая уязвима Потому что Она сидит На одном заказчике И это очень плохо И это относится И к Детскому питанию Это относится К работе ЧВК Вагнер Потому что У него тоже Один заказчик Если бы У ЧВК Вагнер Например Был там набор Вот они там Например Делают работу Ну называя своими именами Что они делали в Сирии Это обычно такой ЧОП Только ЧОП Обычно работают По частным организациям А в Аяке Работают по государственным Организациям Вот у них там было Поскольку там В Сирии Кому принадлежит То или иное Нефтехранилище Или там Соответственно Месторождение Ну в общем Сложно установить Соответственно Вот группировка говорит Вот это мое И теперь Вот вам столько Вот пожалуйста Чтобы местные Зулусы Соответственно На это не нападали Вот что выполнял ЧВК Вагнер Если упрощенно брать А то Теперь Их соответственно Перекинули На вот Украинское направление Они там Соответственно Выполняют Функции Куда более жесткие То есть Если сравнивать То что они делали В Сирии В Сирии Для них была Такая Как говорится Детская прогулка Здесь прямо Замес Замесы Потерь больше И расходов больше А самое главное Что если там Они могли Получить В Сирии Ну им не нужно Было такого Огромного содержания Не нужно было Такого эшелонированной Системы поддержки То в Украине Они сами Не вытянут И если Их соответственно Перестанет Министерство обороны Снабжать То они Как нормальные Абсолютно Вояки Отойдут С занятых позиций Потому что Никто погибать То есть Попросту говоря Там Ну либо сдаваться ВСУ Либо погибать Они не собираются Они просто Отойдут С занятых позиций Главное Им предъявить Ничего невозможно Потому что Дезертирством Они не могут страдать Потому что Они не являются Регулярными войсками Как говорят Хорошо устроились Ну нет Ну это тяжелая Нет Ну это тяжелая Кровавая работа Как это Ну это тоже работа То есть Просто тут Ну Не все любят Это обсуждать К сожалению Вообще Все что касается Штуки Которая называется Государством Пользуется Множеством элементов Ну что достаточно Вспомнить Остиндийскую Компанию Которая Подмяла Под себя Практически Всю Все моря Уничтожила В том числе Огромное количество Племен В Южной Африке Ой В Южной Америке Извините Вот Которые Просто были Сначала Обычными бандитами А потом их Испанская корона Наняла Поэтому Ничего Со времен Как-то Адамовых Ни Особо не Меняется Вот я Потому что Вот эти Две исторические Книги Которые Написал По экономике 37 Невыученных Уроков И Безумная Экономика Я могу сказать Что к сожалению Правители Всегда Помимо Использования Регулярных Войск Пользовались Сами Организовывали Бандитские Группировки И сами же Потом Ими Пользовались Дмитрий Спасибо огромное За участие В нашей программе За время Как всегда Было интересно Слушать Вашу позицию И друзья Хочу Вам напомнить Что обязательно Подпишитесь На ютуб канал Дмитрия Потапенко Поддержите Его работу Не забывайте Об этом И конечно же И у нас Напишите Комментарий Либо же Вопрос Под этим видео Поставите Ваш лайк И друзья Обязательно Берегите себя Дмитрий Вы также Берегите себя И надеемся До следующей встречи В следующую Пятницу Конечно же Проанализируем Все важные темы Которые будут За эти дни Спасибо большое